Улочки, продуваемого морскими ветрами портового города, стали первой площадкой, где будущая звезда испанского футбола начала свой путь к вершинам. Родители Иско, домохозяйка и работник пристани, оставляли мальчика на попечении старшего брата. Тот брал младшего с собой, гоняясь мяч по песку в местной команде Атлетика Беномьель. В пять лет паренька записали в местную академию. Уже в том возрасте он выделялся нестандартной игрой, хитростью и дерзостью. Старался подражать своему кумиру Зенедину Зидану, который тогда блистал в футболке Реала. Однажды на юношеском турнире Иско сказал, что способен забить пять голов за матч. Мальчик поймал вдохновение и забил четыре. А потом увидел, что его хотят заменить. Он подбежал к скамейке и сказал тренеру, что тот меняет его, потому что боится проиграть спор. После чего выскочил обратно на поле и забил пятый мяч. Вскоре на матче Атлетика Беномьель стало ходить гораздо больше людей. Все хотели посмотреть на паренька, который раскидывал взрослых своими финтами. От Аланти и Иско стали расползаться слухи по всей Испании. За ним приезжали скауты Реала, Барселоны и даже Манчестер Юнайтед. Однако по тем или иным причинам отказывались забирать его. Представители из Мадрида смутил лишний вес мальчика. Англичане так и вовсе забарковали его из-за непропорционально большой головы. Предложили Иско контракт только представители Барселоны. Однако отец игрока провел с сыном серьезный разговор, сказав, что в Ла-Массии у него не будет шанса пробиться в первую команду. Так Иско оказался в системе Валенсии, которая проявила наибольшую настойчивость в переговорах. Он выводил резервную команду клубами Сталью в третий дивизион, блистал среди сверстников, но Унаи Эмери отказывался вводить молодого плеймейкера в первую команду. Даже несмотря на то, что в своей дебютной игре на Кубок Испании с Лаграньесом тот оформил дубль. Бывшие партнеры Иско по молодежке рассказывали, что его гений был виден уже тогда. Если нескладный юноша получал мяч, то соперник видел только его спину. В Мисталье ему разрешали делать, что он хочет, и играть там, где больше нравится — на фланге или в центре. Иско появлялся везде. По 5-6 раз за матч пробрасывал мяч соперникам между ног, забивал с любых точек и творил игру. Однако годы шли, а в первой команде Иско появлялся крайне редко. В 19 лет он понял, что в Валенсии на него не рассчитывают, и отказался продлевать контракт. Вовремя поспело предложение от Малаги, в которую арабские шейхи только-только привезли звезд калибра Руда Ванни Столроя, Жереми Тулалана и Хаакина. Тренеры молодежки Валенсии умоляли не продавать молодое дарование, но предложение в 6 миллионов евро и желание самого Иско вернуться в родные места сыграли ключевую роль. В следующий сезон он начал футболки Малаги. Иско сходу помог Анчоусам впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. А в сентябре 2012 года в своем дебютном матче в главном турнире Европы явил свой талант всему миру, забив два потрясающих мяча в ворота Зенита. В нескольких километрах от своего родного городка Иско превращался в большую звезду. А когда следующим летом он вместе с Тьяго из Барселоны сделал молодежную сборную Испании чемпионом, стало ясно, что в Малаге он надолго не задержится. Вскоре Иско получил премию «Голден Бой» как лучший молодой игрок Европы, а покинутая шейхами Малага предложение от Реала в 30 миллионов евро. Тонущий клуб не мог не согласиться. В последней игре Иско не мог сдержать слез, а болельщики настояли на том, чтобы 22 номер был навечно закреплен за восхитившим их юношей. Во время своей презентации на Сантьяго Бернабео Иско отказался целовать эмблему Реала, заявив, что докажет свою любовь к клубу на поле. Пресса сразу стала копать под новичка. Вот его фото в 17 лет футболки Барселоны, вот его собака по кличке Месси, а вот давнее высказывание о том, что ему никогда не нравился Реал. По его мнению, высокомерный и надменный клуб. Многие начали сомневаться, а правильно ли было поддаться уговорам тогдашнего спортивного директора Зидана и подписать игрока, который никогда не высказывал любовь к Реалу. Но Иско сдержал слово и начал доказывать все на поле. Он забил гол в первом же матче за королевский клуб. В начале сезона, когда Карло Анчелотти еще использовал оставленный Мауринию фундамент, исполнял роль десятки. Долгое время Иско считался самым светлым пятном в команде, но после перехода на схему 4-3-3 молодой футболист потерял место в основе. На поле быстро нашли общий язык Ди Марии и Бейл. Как всегда был крут Роналду, много забивал Бензима. А Иско со скамейки смотрел, как его товарищи завоевывают долгожданную Дисиму. Следующим летом в команду за 75 миллионов евро пришел Хамес Родригес, звезда чемпионата мира 2014. В реале, где тогда футболиста оценивали по ценнику, а не по качеству игры, у Иско не было шансов закрепиться в основе. Ему отводилась лишь второстепенная роль. Масло в огонь подливал и Анчелотти, который открыто говорил, что когда никто не травмирован, для Иско места в основе нет. В талант плеймейкера из публичных людей продолжал верить только Икер Кассильос. Легендарный голкипер уверял всех, что Иско – будущее всего испанского футбола. Франциско старался оправдать ожидания легенды. Когда травмировался кто-то из игроков основы, он выходил на поле и делал все, чтобы впечатлить тренера. Он снабжал передачами Роналду и Бензима, отрабатывал в опорной зоне, старался разгонять атаки по флангу, но все равно оставался лишь первым запасным. Все изменилось с приходом на тренерский мостик Зидана. В свое время он настоял на приобретении Иско и теперь был намерен отвезти ему в команде одну из определяющих ролей. Один сезон ушел на притирку. 22-й номер подменял вечно травмированного Бейла на фланге и успел сильно полюбиться болельщикам не только Реала, но и других команд Ла Лиге. На стадионе Эльче ему и вовсе устроили стоячую овацию. В этом сезоне Иско превратился в главное действующее лицо королевского клуба, затмив самого Роналду. Он меняет позицию в зависимости от хода игры. Когда Бейл лечился, Иско выходил вместо Валийца и формировал схему Реала 4-4-2 с узким ромбом в центре поля. Когда сливочные садились глубже к своим воротам, Иско был первым, кто встречал атаки соперника в центральной зоне. Когда шли вперед, обострял из центра, освобождая правый фланг для Карвахаля. Вечно ноющий по поводу недостатка игрового времени Хамес Родригес заставил Зидана сделать адекватные шаги. Француз сделал выбор в пользу того, кто решал свои проблемы путем тренировок и стараний. Недовольный Хамес отправился в Баварию, а Иско кровью и потом завоевал место в основе. Сейчас Иско — один из лучших игроков Ла Лиге. Его показатель точных передач превышает 90%. Он выиграл более 50 единоборств, уверенно контролирует мяч и хорош при игре в мелкий пас. Кроме того, Иско принадлежит лучший показатель соотношения ударов и голов, забитых после дальних ударов в чемпионате. Все его выступления на поле превращаются в шоу. Иско стал лидером новой сборной Испании. Его вдохновенная игра против Италии никого не могла оставить равнодушным. Выход красной фурии на чемпионат мира — заслуга Иско, самого яркого игрока команды. Каждый матч болельщики Реала на Барнабеу скандирует его имя. Невозможно не оценить такую пластичную, умную и техничную игру, которую здесь не видели со времен Зидана. За три с лишним сезона в Мадриде Иско выиграл все, что только можно. Но главный его трофей — любовь избалованных фанатов Реала, которые в свое время освистывали даже Роналду и Кассильеса. Для футболистов сливочные футболки это признание — главная награда. В прошлом видео мы спросили вас. В квалификационном турнире к чемпионату мира 2018 в зоне Южной Америки меньше Аргентины забила только одна команда. Какая? Ответ. Сборная Боливии. На ее счету всего 16 мячей в 18 играх. У Аргентины — 19. А теперь следующий вопрос. Иско дает своим собакам имена знаменитых футболистов. Одну его собаку зовут Месси. В честь кого названа его вторая собака. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!